Всем доброго утра или дня! Жизнь путешественников неизменно входит в нашу привычную, и это вносит свои коррективы. Вновь выходные и вновь новый город! Сегодня мы открываем для нас с вами город с древнейшей историей и, можно сказать, побратимо по возрасту Киева. Город Чернигов. Для любого города мы выбираем два дня, и вопрос ночевки остается открытым. В этот раз выбор пал на гостиницу «Украина», расположенную в центре города. Заранее забронировали номер в категории «Стандарт одноместный» стоимостью 560 гривен плюс 100 гривен завтрак. Итак, заходим в отель. Вот так чудо! Центральный вход на ремонте. Идем в обход через стоянку. Пока в отеле ремонт, рецепшн временно оборудовали в коридоре четвертого этажа. Будем надеяться, что эти неудобства ненадолго. К слову, лифт ходит только со второго этажа, так что готовьтесь к спорту! И вот, наконец-то, наш номер! И вот наш уютный номерок. Сразу при входе стоит холодильник. Пока у нас ничего нет, туда ложить-то включать не будем. Сразу прайс. Да, есть мини-бар в холодильнике. Две водички, две сладкие водички, там всякие орешки, сухарики. Понятно. Идем дальше. Есть телефон. Но нету номеров, может, дальше в номере будет. Здесь всякие щетки, ложечка для обуви. Прошу на турбоваты, прошу убрать. Так, в шкафу вешалочки. Раз, два, три, четыре. Что-то темновато. Сделаем свет. Здесь у нас подушка в клееночке, чтобы пылью не припало. Это хорошо. Кстати, по поводу пыли. А ну, проверим. Нету пыли. Усложняем задачу. Полочка. Нету пыли. И еще усложняем. Опа. А здесь пыль есть. Ну, что сказать. Нечего сказать. В коридорчике больше нечего смотреть. Разве что на полу плитка. А вот в комнатке ламинат. Заходим. Вот она, полуторная кроватка. Ну, вполне очень удобно. Если один человек, даже вдвоем можно поместиться. Зеркало есть. Есть стол с двумя стульями. Удобно, кстати, очень обедать, если вдвоем. Есть чайник. Чашечка. Даже чай есть. И кофе. Сахар. Ух ты. Вилочка. Ложечка. И маленькая чайная ложечка. Есть открывашечка для пива. Хорошо. Это уже нравится. Внизу тумбочка. Пустая. И так. Подходим к кровати. Шухлядки пустые. Курить нельзя. Штраф 500 гривен. Проверим лампочки. Горит. Следующее. Горит. И у нас есть кондиционер. От него пульт. А ну. Работает. Ура. Все. Жарко нам точно не будет. Выключаем. В принципе. Наверное. Да. Ручка. Хотел. Украина. Чернигов. Опросничек. Хорошо. Да. И забыли сказать. У нас есть телевизор. Вот такой огромный. Бравис. Включим. Потом посмотрим. В принципе. Телевизор сейчас уже особо никому не нужен. В командировке конечно можно вечером поваляться. Посмотреть. Ну. Я думаю. У всех есть мобильные телефоны с интернетом. Идем в санузел. Так. Свет включили. Заходим. Сама комнатка. Я бы сказал. Не маленькая. У нас есть вешалочки для полотенец. Хотя из душа доставать их не очень удобно. Ни отсюда. Ни с полотенца сушителя. Который на той стенке. Кстати. Интересно. Он теплый. А он горячий. Круто. Горячий полотенца сушитель. Это всегда очень хорошо. Можно высушить постиранные мелочи. Туалетная бумага. Ну не таз. Умывальник. Мыло есть. Мы как раз проверим. Мыло есть. А вода. Ух какой напор. Напор сильный. Делаем помельче. Это наверное холодная вода. Здесь по идее будет горячая. Вода горячущая. Это здорово. Ну и конечно же шампунь и ель для душа. Очень приятная. А для девушек есть фен. Который тоже по идее работает. Работает. Есть мусорничек. Ремонт конечно. Плитка уже может отвалиться в любое время. Но это мелочи. На такое мы даже не обращаем внимания. Душ. Вот он. Все приспособление. Скажем так. Не самое лучшее. Но оно есть. И это радует. Полотенце для ног. Такое пожелтевшее уже. То есть повидавшее жизни. И слив. Кстати по поводу полотенец. Вот полотенце. Понимаю для лица. И полотенце для всего тела. На этом объявляю обзор номера завершенным. Но нам осталось еще посмотреть в окно. На вид с окна у нас. На проспект. У соседей даже балкон есть. Классно. Куча кондиционеров. У нас такого роскоши нет. Интересно ночью тут шумно или не очень. Ну проверим скажем потом в выводах. Зато видно сквер. На проспекте. Что ж. Благодарим за внимание. И до утра. Доброе утро. Набираемся сил и на завтрак. Идем в кафе на четвертом этаже. Которое находится возле рецепшена. Здесь же берем карточки на завтрак. Зал кафе. Сравнительно небольшой. Но посетителей вмещает. Девочки-официантки сразу предлагают вам меню. Разнообразия особо нет. Яичница, омлет, каша, блинчики. Есть правда в одном варианте бургер с картошкой. Чай, кофе, компоты и сладости. Берем уже самостоятельно. Занимаем столик и делаем выбор. Итак, гостиница Украина расположена в центре города. Цены достаточно демократичны. Обслуживание неплохое. Из минусов можно выделить плохое разнообразие завтраков и шумную дорогу рядом с гостиницей. Еще отметим неудобства из-за ремонта. Ведь лифт начинает ходить лишь со второго этажа. С багажом по такому количеству ступенек не очень подниматься. Мебель же не приспособлена для длительного проживания, так как вмещает мало вещей. Подводя итоги, можем сказать, что отель Украина в Чернигове достаточно хорош, чтобы тут отдохнуть после насыщенного дня. Цена, условия, обслуживание на достаточном уровне. Именно поэтому мы можем рекомендувать это место неизбалованным туристам. Дякую за внимание. Не забудьте понравить видео и подписаться на наш канал. С нетерпением очевидима наступной наш встречи, адже попереду в нас еще безлась цикавих и мальовничих подорожей. Субтитры создавал DimaTorzok